300 тысяч тонн руды в час. Примерно такая производительность у обогатительной фабрики номер 3 в Мернинском районе. Процесс идет безостановочно днем и ночью. Чтобы вести круглосуточный контроль на предприятии работает центральная диспетчерская. В этом центре управления фабрики побывал наш коллега в Алмазном крае Руслан Подкулин. За каждым процессом здесь наблюдает несколько десятков датчиков и видеокамер. Вся информация с них стекается сюда. Это своеобразный центр управления полетом фабрики, или как ее называют специалисты, центральная диспетчерская. Еще три года назад здесь был устаревший мнемощит. И о ходе процесса обогащения оператор мог судить лишь по сигналам нескольких лампочек. Однако всей картиной состояния оборудования и его загрузки диспетчеры не видели. Сегодня морально устаревшее оборудование заменяет современная видеостена. На экранах, как на ладони, хорошо видны главные участки фабрики, состояние агрегатов и степень их заполнения материалом. Используется вода, ее окажется недостаточно. Тогда, говоря на языке обогатителей, происходит запрессовка оборудования. Как следствие, временная остановка всей технологической цепи фабрики. Роман Михайлович у нас на дробилке сработал нижний уровень. Надо, чтобы посмотрели. И, скорее всего, колосниковый грохот нужно запускать. Рабочая смена оператора 12 часов. За это время он не имеет права выходить из диспетчерской, кроме обеденного перерыва. Ведь за многоэтапным процессом обогащения необходим непрерывный контроль. На обед и то, и при условии того, что в цехе все нормально, и мастер может меня подменить. Потому что в диспетчерском пункте должны постоянно находиться люди, которые контролируют. Если диспетчер видит на мониторе, что на каком-то из участков произошел сбой, он немедленно сообщает об этом агрегатчику или старшему мастеру. Их задача – выяснить, что случилось, и устранить причину остановки оборудования. Теперь обеспечить эту стабильность стало проще.